Новые трубы и новые дороги. Работы по обновлению теплосети на Мира стартовали в начале августа. Старые трубы заменили на новые в пенополиуретановой изоляции, переложили их бескональным способом. Срок эксплуатации новых труб составляет 25 лет. А система дистанционного контроля позволит удаленно следить за состоянием трубопроводов и оперативно получать данные о возможных неисправностях. А после завершения реконструкции за счет компании «Т-Плюс» были восстановлены дороги и газоны. Выполнены были работы по асфальтированию, места врезки в дома, сами разводящие сети, соответственно, зоны, входящие в охранную зону тепловой сети. А именно, дополнительно еще произведено посев газонной травы. Уже спустя две недели новый газон покроется травой. Выполненная работа оценила комиссия по благоустройству города Владимира. В ее составе представители мэрии, городских коммунальных предприятий и общественники. Во время инспекции к ним обратился житель дома на улице Лермонтово. Он отметил, работы выполнены на отлично, но есть один минус. Дорогу его дома разбила строительная техника, и ее необходимо восстановить. В принципе, дорога наша пришла сейчас в негодность. Она такую волнистую, как говорится, волну представляет, но и нуждается в ремонте. Ну и кроме того, еще больше усилился у нас между нашими домами. Значит, образовалась огромная лужа, в которой грязь, и там дети играют, прочее. То есть микробы содержатся, которые тоже что-то с ней надо делать. Заявление по поводу разрушенной дороги Александр передал городской комиссии и в компанию Т-Плюс. Обращение энергетики рассмотрят в течение трех дней. И если вина подрядчика будет доказана, компания Т-Плюс отремонтирует дорогу за его счет. В целом, комиссия по благоустройству высоко оценила реконструкцию придомовой территории. Однако, нашли несколько недочетов. Где-то не уложен бордюрный камень. Например, не хватает одного бордюрного камня или куска одного. То есть по правилам благоустройства должно быть установлено в первоначальном виде. В первоначальном виде, допустим, на старых даже фотографиях, если смотреть, там установлен бордюрный камень. Сейчас его нет, например. А по правилам он должен быть установлен. Соответственно, это является одним из замечаний. Устранить недостатки компания Т-Плюс обязаны в кратчайшие сроки. И только после этого работы по благоустройству будут приняты. Всего же в этом году в областном центре заменят 26 километров теплосетей. Сейчас работы идут на 14 участках. Ход реконструкции теплосетей все жители города смогут отследить на интерактивной карте.